Всем привет! Сегодня в этом видео мы с вами посмотрим, так сказать, анти-донатные классы. На самом деле, очень тяжело найти классы, в которых донат не нужен вообще. Так или иначе, вам понадобится покупать Сайху, покупать Штормы, покупать все эти штуки, Соски, всякие вещи, так или иначе, могут вам понадобиться, надо это осознавать. Конечно, можно выезжать за счет ивентов, когда у вас будет, в принципе, неплохой запас по Соскам и прочим вещам. Сегодня же я вам расскажу о классах, которые, по моему мнению, могут выехать за счет своих скиллов. На качи будет полегче вам в лунном сете качаться, пока вы не накопите на сэш-мод из люксери шопа, про который я говорил в предыдущем видео про донат. Давайте посмотрим, какие классы, я, в принципе, считаю, что могут и так себя вести неплохо сами на качи. Начнем мы с... нужно также разделять, что маги, маги и милишники. Магам очень тяжело, на самом деле, играть без доната, у них заканчиваются Соски. Соски магические стоят, ну, с тех же купонов, но за купоны вы их получаете меньше, чем для милишника. Потребляются они быстрее и, соответственно, они дороже просто-напросто. Поэтому у меня тут будут преимущественно милишники. Начнем мы с ппшки. Ппшка вообще универсальный класс, по моему мнению. У него куча своих хороших, очень полезных бафов. Он может подхилять, у него есть милишные стойки. Он может быть в будущем как магом, например, у него есть магические всякие заклинания. Так и милишником остаться, и я бы, на самом деле, оставался за милишника. Единственная проблема в том, что вам придется так или иначе сидеть на банках. Но не всегда вы, будучи милишником, можете себя, в принципе, хилять батлхилом. То есть это такой первый бомжовский хил, который более-менее как-то еще способен выхилять, особенно поначалу. На каком-то 78-м уровне, там 75-м, 76-м, вы уже набьете себе к тому времени достаточно адена, чтобы купить банки и бегать в хэви броне. То есть вы бегаете в хэви броне, вам прокает скилл, который добавляет вам неплохие параметры. Также у вас довольно большая броня, по вам славу пробивают с помощью фатального удара. У вас есть всего одна билка, которая не так много жрет маны. Вы можете наносить большой урон по мобам и вырезать их довольно быстро. Плюс у вас есть боевое переключение, которое дает плюс 100% физической атаки, но убивает М-атаку. Она вам, в принципе, не нужна, но постоянно при этом расходуется МП. Это тоже надо понимать. В общем, ПП неплохой класс для... так сказать, неплохой антидонатный класс. Потому что, в принципе, он может стоять один. У него есть такие штуки, как вы можете экономить на телепортах. У него есть всякие возвращения скиллы. Это типа БСО, я только кастуется. И другие интересные плюшки. Плюс, вдобавок к всему, у него есть куча дополнительных полезных бафов. Второй скилл, который я для вас откопал, это Колдун. Это Котовод. Вообще, у меня здесь, в этом ролике, будут все три... Надо понимать, что все три суммонера будут в этом ролике просто потому, что ими дешевле всего фармить и качаться. Логично, если у вас есть питомец, за которым нужно просто следить иногда, кинуть ему баф и все. И, в принципе, он может наносить урон за вас. Вы можете иногда кидать вашей какой-нибудь обилкой, типа вспышки, но, опять же, вы тратите магические соски. Тогда как питомец будет драться физ с сосками, в принципе, это тоже не такая уж и большая проблема. Вам понадобится единственное, что заряд духов, то есть 200 штук именно заряд духов понадобится. Да, это тоже дорого, это, кстати, дорого, 200 штук заряд духов, но вам за всякие ивенты, за промокоды и прочие штуки насыпется вначале очень много духов. Потребляет 40 штук руды, очень много руды духов, извините, я тут попутал два названия, очень много руды духов упадет вначале. И, в принципе, вы можете их использовать по 40 штук, ну, руда будет уходить, скажем так, быстровато. Но, но питомца бьют неплохо даже без сосок, вот в чем дело. Вы его забафаете максимально и, в принципе, это тоже антидонатный такой класс, я бы сказал, когда питомец делает все за вас и даже без сосок он выживает очень неплохо. Если поставить, если следить за его хп с помощью лечения слуги, то, в принципе, он будет делать все за вас и поначалу будет даже очень не тяжело. Потом придется уже купить соски и уже думать о своих нюках. То есть, я сейчас говорю, антидонатный класс, надо понимать, что это значит до третьей профы. С нулевого уровня до третьей профы. Кем будет легче, проще и реальнее всего дойти. Давайте дальше посмотрим. Следующий это у нас последователь, это у нас также суммонер, только светлый, коневод. И вот коневоду, я считаю, что из всех трех суммонеров легче всего будет играть котоводу и коневоду на одном уровне. У них довольно-таки неплохие суммоны сами по себе, у них есть прикольные всякие полезные кубики. То есть, здесь логика точно такая же. Ставите, чтобы суммон за вас все делал, без сосок поначалу и, в принципе, все. И стоите на него смотрите. Министрель, я двигаюсь по расам, согласно L2 Централ, с людей, эльфы, темные эльфы, орки, гномы, камейли. Я буду по очереди двигаться. Из эльфов я отметил также СВС. СВС очень хорошо себя усиляет, очень хорошо себя усиляет своими заклинаниями. Плюс у него есть природное лечение, которое жрет много маны, но иногда можно подхилять и выжить как-то без бутылочек. Он с сокрушителем защиты, он выносит мобов довольно быстро и сильно. Плюс СВС очень жирный сам по себе. У него есть куча полезных сонгов, просто безумное количество, которое хорошо его усиляет. Смотрите, шанс физической критической атаки плюс 100. То есть, с руки вы можете просто нарезать обычными ударами и сосками. Я ему посоветовал бы взять скорее какой-нибудь меч в руки, потому что тогда криты у вас будут проходить чаще. Но можно и с блантом бегать. Некоторые СВС даже бегают с ножичком, я видел. Плюс у вас будет также прокать от тяжелой брони, скилл, который дает физатаки и скорость атаки. То есть, СВС вполне реально выжить без доната и качаться. Да, это будет, скажем так, не так уж легко, но вы сможете это сделать. Следующий, переходим к темным эльфам. И у нас последователь стихии, но это темный суммонер. И здесь, здесь в темном суммонере также можно без сосок суммоном качаться. В принципе, объяснять нечего. Я просто добавил этот класс, чтобы, так сказать, отметить его, что темный суммонер может тоже качаться за счет суммона без сосок и так далее. То есть, да, будет тяжеловато, но выжить можно без проблем. То есть, и не вкладывать много денег до третьей профы. Танцор Смерти это мой любимый антидонатный класс. Вообще, я считаю, это один из, там, трех-четырех имбовых классов. Я их назову позже. И Танцор Смерти один из них. Это мой основной персонаж, если вы помните, для фарма. Здесь все довольно просто. Здесь есть вампирик, и он появляется довольно рано. Плюс есть фатальный расчет, который добавляет плюс одну обилку. То есть, один удар прокает время от времени. И где-то там, я не помню на каком уровне, наверное, 50-м. Я сейчас быстро потыкаю, пока объясняю. У БД-шки появляется Сонг, который дает 10% вампирика. Вот, Танец вампира. 10% но, опять же, с шансом, с определенным шансом преобразовывать 10% от внесенного противника урона в ХП. Эти 10% распространяются как на скиллы, так и на выстрелы с лука, так и, более того, на магические атаки. Вот в чем прикол. И здесь вы просто бьете с фатального удара, там, или как это называлось, обилочка. Я уже, честно говоря, не очень помню. Фатальный удар, по-моему, ну, то, что было у СВСа, то, что я говорил, ему дают. И вы с нее выхиливаетесь, сокрушитель защиты. Вы с нее выхиливатесь очень хорошо. Плюс, плюс БД-шка поначалу может бегать с одним мечом, лунным мечом, без проблем. Опять же, вы подумайте, БД-шка, ему нужны дуалы. Нет, он здесь может кидать себе денсы с одноручным мечом и бегать с одноручным мечом, без проблем себя чувствовать. Также у него присутствуют всякие полезные штуки, типа величия, которые увеличивают его защиту. Плюс у него есть вот такая вот кровавое оружие, которое еще и кидает блит на соперника. То есть, моб умирает еще за то, что за счет того, что у него отжирается постоянное ХП. Плюс фатальный удар, который добавляет еще одну, один удар халявный. То есть, ну, БД-шка очень хороший фармер. Да, в ПВП, если вы захотите его использовать как основу, вам будет тяжело. У вас почти ничего не будет. У вас будут просто тупо обилки и какой-нибудь танец медузы. Но на кач, именно как антидонатный класс, я считаю, это отличный класс, который сможет выживать как в катакомбах, так и в всяких временных зонах за счет отхила с вампирика. Темные эльфы, еще один класс, который я нашел, это Шие. Конечно же, это Шие, потому что Шие один из тех немногих магов, именно почему я сюда добавил. Потому что он, да, он, я уже говорил, по соскам будет проседать неслабо. Но у него есть хороший очень эмпириген, во-первых. Во-вторых, Шиешка супер полезен. В-третьих, ну, понятное дело, у него есть Шилка, у него есть эмпириген. И вот я сейчас доберусь до его вампирика. А здесь я, кажется, немножко поторопился, когда выбирал вам классы. Сейчас я еще раз его найду. Извиняюсь за эту паузу. У него есть вампирик, который действует в теории. Я не пробовал, но в теории. У него есть, видите, Стигма Шиллен. Но в теории, из того, что я спрашивал, он также действует, что меня очень удивило. Вампирик на его нюк основной. Магически. А это значит, что можно стоять и отхиливаться. Смотрите, с определенным шансом преобразует 7% от нанесенного противника урона в ХП. Здесь не написано, что от физического урона. Или урона там обилками, да. Любого урона 7% возвращает вам в ХП. Именно поэтому Шиешка становится более-менее проще на качи, чем остальные маги. Во-первых, просто потому, что у него есть отхил за счет своего же вампирика. Это просто имба, я считаю, отхил с любого магического дамажущего заклинания. Вы можете использовать даже бомжовское. Вот это, которое вам дается на... Давайте вернемся. Вот этот божественный удар. Он останется с вами на очень долгое, если вы не хотите сильно проседать по мане, например, да. И вы можете им кастовать спокойненько. То есть Шиешка, прикол Шиешки, как я уже объяснил, в том, что сила Шиешки в том, что у него есть вампирик. Он появляется уже на 44 уровне и 7% вы отхиливаете с нанесенного магического урона. Это очень и очень круто. Более того, если кидать еще Стигму, то вы будете уносить просто мобов очень быстро. И за счет того, что у вас есть увеличение маны, за счет того, что вы еще прокачаете себе там Талик Евы и еще что-нибудь. Опять же, когда появятся деньги, понятное дело. Но Шиешке будет полегче стоять, чем остальным магам, я считаю. Вот такой вот антидонатный класс у нас Шиешка. Еще один темный эльф, которого я сюда добавил. Это... которого я уже говорил. Это темный... последователь тьмы. Я уже про него говорил. Это темный самонер. Перейдем с вами к оркам. Орки у нас, я вижу, только два класса. Во-первых, это у нас аватар. Но аватару такое себе. Аватару, я скажу, это у нас... То есть Отшельник, это у нас Тир. Очень много Тиром фармят, но фармят именно, когда он уже одет и фармят хорошо. Да, им можно фармить даже голым. И поначалу будет очень неплохо. Но потом надо будет с умом расходовать деньги, которые у вас есть. Вообще Тир очень неплохой антидонатный класс. На самом деле, очень большая по атаке. Ему, в принципе, мана не очень-то и нужна. Ну, он пару скиллов выбрать, которые наносят больше всего урона. В принципе, и спокойно себе фармится. Но вот есть один скилл, который дает скорость атаки, но постоянно расходует ХП. И с ним нужно быть очень внимателем, осторожным. Вам понадобятся банки. То есть Тиром нужно овладеть. Но Тир неплохой антидонатный класс. Обычный Тир, одетый в Цегрейт при небольших точенных кастетах, может раздавать очень и очень неплохо, я вам скажу. Так что Тир, я считаю, тоже один из антидонатных классов, которые могут без одежды спокойно и подкащаться вначале, и потом себя чувствовать тоже довольно неплохо. Вестник Войны. Вестник Войны у нас это Варк. И вот Варк у нас такой же универсал, как и ПП, но у Варка есть свой баф на вампирик. Это очень круто, потому что у Варка есть также атакующая билка. Варк, если вы думаете о маге Варке, то вам будет, опять же, тяжело. Вы будете просидать по соскам, маг Варк также не очень так дамажить будет сильно, как любой другой маг, но у него очень сильный аджор, не будем забывать его нюка. Но вот физ Варк, то есть милишный Варк, он будет себя чувствовать очень хорошо. У него куча полезных скиллов. Он умеет хилять сам себя за счет МП, то есть это очень полезная штука. Плюс у него есть куча полезных дебафов, которые кидают на врага дебафы. Это тоже очень полезно в пате. У него есть всякие скиллы по типу, которые добавляют ему П-атаку на боевой клич. Но он расходует МП постоянно, то есть... А, это физическую защиту, да, физическую атаку, физическую защиту. То есть это класс, у которого есть вампири, который хорошо стоит на мобах, который может себя даже хорошо чувствовать, в принципе, в робе какой-нибудь, в лунном сете он без проблем будет качаться. У него есть напев вампира, который 6% возвращает тоже с определенным шансом в ХП. У него есть кража сущности, которая наносит урон неплохой, при этом преобразует 80% урона в ХП. Это просто имба. Но, опять же, в арке я вижу именно как какого-то милишника в луч для антидонатного. Как антидонатный класс, он именно как милишник. Скорость атаки у него также увеличивается, прокается за счет владения тяжелой брони. Это очень классный персонаж, который пригодится в будущем даже, возможно, в пати. И если посмотреть на третий проф на его, то у него есть такой баф. Я в арком, честно сказать, не играл, но у него есть баф, который добавляет скорость атаки всей пати. Кроме того, у него есть и Вика, не забывайте, да, который, этот баф очень полезен. Правда, Вика падает только на себя, по-моему, в этих хрониках. Здесь у него должен быть бафчик, который прокает. Более того, он умеет еще всех тпшить к себе. То есть, в арк пригодится, как по мне, везде. У него очень много бафов, и это его, и куча при этом дебафов. При этом его здесь сделали полноценным милишником. И посмотрите, неукротимая ярость, которая добавляет вам скорость атаки и силы физического крита. То есть, великолепный класс, я считаю, в арк просто очень крутой. Обратите на него, как минимум, внимание. Я думаю, что без доната вы сможете на нем поиграть. Гномы. Из гномов без доната я вижу только спойлера. И вот у меня есть спойлерша, которая сейчас качается здесь, в этом окне. Здесь я ее, в принципе, брал без доната. Я в нее ничего вообще не вдоначивал. Вы сейчас увидите шмот, подумайте, да, че ты вриешь, там ты вдоначивал. Ну, смотрите, у меня есть Маджестик Тушка, Хэви. И Сигил 4, кстати, Сигил 4, признаюсь, я перекинулся без БД. Маджестик Тушка, объясню, откуда появилась. И Авадон, например, я просто выбил с рандомкрафта. Но я об этом еще поговорю, как без доната там будет видос. Как мне повезло, это все я сделаю. Но вот спойлерша, видите, у меня качается. Она у меня качается на банках там, то есть 3000 банок. Мне повезло тупо с рандомкрафтом у спойлерша. Вот и все, вот и весь секрет. Плюс я набиваю вот эти зеленые шары себе, красные, и немножко фармлю Адену. То есть спойлерша великолепно стоит за счет... Давайте я прям ее вот так вот покажу, чего уж тут... За счет своего бафа, сейчас покажу какого. У нее есть такой баф. Крепость тела. На 20% сопротивление оглушению. И при получении урона с определенной вероятностью восстанавливает ХП. Эта штука меня много раз спасала в невероятной временной зоне. Потому что когда мобы накидываются, она прокает довольно часто. И ХП еще бывает критует иногда. И ХП вот так вот улетает, улетает. Бам, с крита она восстановилась обратно полностью. Но это очень круто на самом деле. И видите, спойлерша у меня, в принципе, я могу показать, что она и в лунном сете будет чувствовать себя прекрасно. Без вот этих вот вещей, без этого фигни. То есть я эти вещи одел чисто для невероятной временной зоны. А здесь, видите, она подбегает, 3 удара делает, бьет просто. Мана кончается, но, в принципе, на обилку одну хватает. Вот так вот стоит бьет. Да, меня моб ударил, но ХП еле отнялись. Я бы вообще рекомендовал ей качаться вот на таком вот уровне ХП. Потому что у нее прокает одна пассивка, которая дает... Ну, это уже больше гайд на спойлершу какой-то походит. Но быстренько скажу. Вот есть, которая добавляет плюс 100 физатаки. И пускай у вас сливаются ХП, вы будете бегать со 100 физатаки. Это еще сильнее будет у вас урон. Следующий класс, это у нас Отшельник. Это у нас Тирна, который я тоже делал. И давайте перейдем с Гномов Камаэлем. Камаэля я вижу только двух антидонатных классов. Первый, это, безусловно, Рапира. Которая вот тут у нас Палач. Безумно крутой класс. И на хай уровнях, на высоких уровнях, и на маленьких уровнях. Ей интересно играть просто потому, что... Вот видите, приток маны у нее есть. Ну, это 70 маны все дает. У них есть Трансформа. У Камаэля есть Трансформа, в которую они набивают спокойно души. Потом превращаются в... Используют Трансформу. Способность поглощать силу тьмы. Сумрачное обличие получает, персонаж принимает. И здесь они просто восстанавливают себе ману очень... А, это не то, извините, это не та Трансформа. В общем, у них есть Трансформа, которая восстанавливает ману. Она прокает очень часто. Вы, наверное, много раз видели, как при вас там Камаэль превращался в такого белого... Какого-то с короткими крыльями ангелочка. Вот эта Трансформа восстанавливает очень хорошо ману. Она прям моментальная. Восстанавливается с нескольких тычков. И прокает она довольно часто на качи. Плюс там можно по-всякому отжирать эти души, использовать души. В общем, Рапира, если вы увидите, очень часто я видел Рапир прям на каких-то 70-х, 75-х уровнях. Качается до сих пор в лунном сете, без проблем. Рапира подходит, отталкивает моба, бьет его, дизейблит. То есть, безумно крутой класс. Считается лучшим классом на фарм. Более того, его, этот класс, можно взять на основу. Потому что на основе тоже безумные вещи вытворяет. Почитайте про этот класс. Если вы не знаете, кем начать в L2 Essence, то Рапира, это, пожалуй, один из самых читерных классов L2 Essence. Потому что очень много скиллов полезных. Это как маг, так и милишник, так и критическим дамагом дают, так и фармер, так и антидонатный класс, который без проблем, без доната сможет себя чувствовать очень хорошо. Везде и на качи, и на фарме. Но единственное, что, понятное дело, я не затрагиваю тему ПВП. Потому что без доната в ПВП победит тот, наверное, у кого больше доната. Если дерутся в равных условиях два персонажа. То есть, ну, равные условия имхо не может быть, потому что один будет с донатом. Но если создать идеальные условия, то есть одинаковый уровень, одинаковое все. Но один будет с донатом, с обученным там плащом себе, восьмым, например, и таликами восьмыми, да, там. А другой будет просто с бомжовским лунным сетом. Да, понятно, кто победит. И последний класс у нас Крылатый Рейнджер. Это класс вообще для ленивых. Это у нас Арбочка. Арбочка просто поставили, тыкнули в какое-то место ее. И она как столбик стоит, стреляет в разные стороны. Мана почти никогда не заканчивается. Убивает с пара обилок. Довольно легкий персонаж. На фарм тоже довольно легко. Она бьет с обилок в основном. В принципе, соски не так сильно расходуются. Ничего сложного в Арбе нет. Ничего про нее говорить так же особо не вижу смысла. Это просто лучник, который стреляет с обилок и уничтожает мобов с одного-двух выстрелов. Единственное, что нужно рассчитывать и поставить так, чтобы вас толпа не сожрала. Она особо так не отхиливается ни от чего. Поэтому, если толпа мобов появится вокруг вас, во временной зоне, например, будет тяжело. Потому что мобы вокруг вас просто сожрут без каких-либо сомнений. И вы ничего сделать не сможете. Но Арбу также можно за основу. Я не знаю, стоит ли ее брать или нет. Сейчас лучников очень сильно ослабили. И мало кто вас просто возьмет в КП, либо куда-то еще за Арбу. Но Арба неплохой класс. И при должном внимании она может выдавать очень неплохой урон. Даже и можно играть как основу. На этом у меня все. Спасибо. Я показал вам список антидонатных классов по моему мнению. Но, опять же, ваше мнение может отличаться. Пожалуйста, пишите в комментарии, какие классы я забыл. И поправьте меня, поправьте меня, пожалуйста. Я играю в Essence не так давно, как и мы все, наверное. Хотя кто-то играет уже год. Я играю совсем недавно. И поэтому я сделал для себя определенные такие выводы. Какой класс может быть антидонатным, по моему мнению. Поэтому пишите в комментарии, поправляйте. Я буду только рад. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи, пока.